Традиция поздравлять ветеранов Великой Отечественной всё ещё жива. Галине Богдановой 94, но она, как сейчас, помнит, как воевала в составе 2-го Белорусского фронта и участвовала в освобождении Восточной Пруссии и Польши. На её кителе десяток наград, в том числе за победу над Германией. Нас повезли в Арнс-город, такой немецкий, Арнс-Вальда. И вот трудно и выговорить. Вот там мы недолго и были. И в Арнс-Вальде кончилась война. Все закричали «Ура!» Не расходиться никуда никому, потому что стрельба ещё идёт. В Великой Победе без малого 76. Забыть тех, кто сражался из-за жизни под мирным небом, значит повторить ошибку прошлого. Каждый год с теми, кто прошёл дорогами войны, встречаются депутаты, руководство города, представители организаций и предприятий. В адрес защитников Отечества звучат слова признания. Сегодня, в преддверии праздника Великой Победы, мы в очередной раз посещаем наших ветеранов. Тех людей, которыми мы гордимся. Тех людей, которых мы постоянно помним и никогда не забудем. Тех людей, которые нам подарили счастливую мирную жизнь. Софии Прокопчик тогда было всего 14. В конце 1941-го фашисты захватили её родную деревню Градянку. Девочка стала партизанкой. Боевое ранение в правом плече – неизгладимый след страшной войны. Теперь эта пуля – символ памяти для всей семьи. Спасибо, мои детки, что не кидают нас, чтобы вы выжили, и вы нас смотрите, отведаете всё время. В канун Дня Победы по всей стране благодарят и чествуют ветеранов. Война коснулась каждого памяти не только в гранитных плитах мемориалов, но и в сердцах белорусов. Сегодня в Бобруйске осталось лишь 69 свидетелей войны. Важно не забывать каждого ветерана, участника войны, приравненных к участникам войны, узников, детей войны. Это все люди, которые вынесли на себе это тяжёлое время. И благодаря им сегодня мы имеем возможность жить, наблюдать, я говорю, чистое свободное небо и строить свою суверенную Беларусь. Тем временем Бобруйск в предвкушении победы. Уже 6 мая во Дворце искусств выступит Руслан Олехно и ансамбль песней и танцев вооружённых сел Беларуси «Наследие». Начало 18.00. 7 числа на территории крепости пройдёт реконструкция событий Великой Отечественной войны. Старт будет дан в полседьмого вечера. Уже 8 мая запланирован масштабный велопробег. В сам День Победы в городе состоится акция «Беларусь помнит». В 11 вечера небо над Бобруйском раскрасит праздничный салют.